Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня у нас лекция номер 9. Тема занятий – технология производства кисломолочных напитков йогурта, ряженки и вареньца. Цель занятия – формировать знания в области технологии кисломолочных продуктов йогурта, ряженки и вареньца. План занятия – особенности технологии производства кисломолочных напитков йогурта, ряженки и вареньца, требования предъявляемых сырье и качества готовых кисломолочных продуктов. Сегодня мы рассмотрим технологию йогурта, вяженки и вареньца. Кисломолочные продукты это собирательные названия продуктов типа йогурта, кефира, сквашины пахты, простокваши, сметаны, кумысы, шубаты и так далее. Общее название кисломолочных продуктов возникло благодаря кисломолочному брожению, частичное преобразование лактозы в молочную кислоту, вызываемому микроорганизмами, входящими в состав вводимой закваски. В процессе брожения образуются двуокись углерода, кислота, диацетил и другие вещества, которые придают продукту характерные для каждого вида кисломолочных продуктов свежий вкус и аромат. Одними из продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, используемых в заквасках для производства, например, кефира, кумыса, является этиловый спирт. Это при спиртовом брожении. Легенда говорит нам, что йогурт были созданы на склонах горы Эльбрус на Кавказе, как чудо природы. Случайно микроорганизмы различных типов оказались в кувшине с молоком в одно и то же время при нужной температуре, и, как выяснилось, они могут существовать в симбиозе. На южном склоне горы Эльбрус микроорганизмы, предпочитающие относительно высокие температуры, 40-45 градусов, оказались вместе с молоком в бурдюке, который принадлежал, вероятно, одному из представителей тюркской народности, скорее всего, полученный результат изображивания продукт тюрки и назвали йогуртом. Некоторые источники утверждают, что это название появилось в 8 веке, а в 11 веке оно было уже изменено до современного вида йогурт. Йогурт тут раньше был, да? Так, но если говорить о видах йогурта, значит, их очень много. Есть термостатный йогурт, йогурт термостатного производства, сквашивается и охлаждается в таре, да? Есть йогурт с нарушенным сгустком, они вырабатываются резервуарным способом. Есть питьевой йогурт, аналогичен йогурту с нарушенным сгустком. Есть замороженный йогурт, концентрированный йогурт и есть греческий или фильтрованный йогурт, который называется лабне или лабанне. То есть разные виды есть, да? Давайте мы рассмотрим технологию производства йогурта. Например, ароматизированный йогурт или йогурт с наполнителями, да? Он очень в настоящее время популярен и производится как натуральный йогурт в основном, да? То есть обычными наполнителями йогурта являются фрукты, ягоды в сиропе или же в виде пюре. Доля фруктов должна составлять около 15%. Примерно. Фрукты смешивать с йогуртом перед или в процессе упаковки. Их можно также положить на дно упаковки, а затем сверху наполнять йогурт. Да? Ну, это когда производят йогурт ароматизированный или же йогурт с наполнителями. Если говорить о традиционном натуральном йогурте, йогурт традиционно, ну, вырабатывают в основном традиционно из овечьего или буйволиного молока. Содержание сухих веществ в них, ну, повышено в сравнении с молоком коровьим. Традиционный йогурт имеет массовую долю сухих веществ не менее 16%, жира не менее 6%. Именно эти показатели влияют на вкусовые и пищевые достоинства. Йогурт также вырабатывают жирный, сладкий, жирный, плодово-ягодный. В настоящее время вырабатывают йогурт с пониженной массовой долей жира, 1,5%, 3,2%. В основном в нашей стране вырабатывают йогурт из коровьего молока с массовой долей сухих веществ 14-15%, сома 10-11%. Но это в основном достигается добавлением сливок, сухого, цельного или обезжиренного молока, или же предварительного сгущения коровьего молока. Йогурт вырабатывают, как я ранее говорила, резервуарным или термостатным способом. При производстве йогурта в основном в качестве закваски, в виде закваски, используется болгарская палочка. Болгарская палочка, именно бактериальные закваски, кроме молочной кислоты, продуцирует ароматические вещества. А стриптококки, полисахариды, важны для формирования плотной консистенции. Особенно это важно, когда йогурт вырабатывается резервуарным способом. При производстве йогурта важны факторы, которые влияют на качество готового продукта. Эти факторы тщательно контролируются в процессе при производстве йогурта для получения высококачественного именно готового продукта с устойчивым вкусом, ароматом, вязкостью, консистенцией. Факторы именно такие, как качество сырья молока, процесс нормализации, добавки к молоку, процесс гомогенизации. Самое очень важное это тепловая обработка, выбор закваски, приготовление закваски и, конечно же, технологическое оборудование. Если говорить о выборе молока, молоко, предназначенное для производства йогурта, должно быть высочайшего бактериального качества. Оно должно иметь низкое содержание бактерий и веществ, которые могут затруднять развитие бактериальной культуры в йогурте. Молоко не должно содержать антибиотики, бактериофаги, остатки моющих растворов или же стерилизующих реагентов. То есть молоко при поступлении подвергает тщательному анализу на заводе. Следующий важный фактор это нормализация. Содержание жира сухого остатка в молоке обычно нормализует в соответствии с требованием стандарта на продукт. Содержание жира в йогурте составляет по видам нежирное от 0 до 10%. Но чаще всего содержание жира, такое сейчас, что вырабатывается, это 0,5-3,5% виды йогурта. Следующий это гомогенизация. Гомогенизация молока, предназначенного для производства кисломолочных продуктов, проводится для предупреждения отстаивания сливок во время сквашивания и обеспечения равномерного распределения жира в молоке. Гомогенизация также улучшает устойчивость и консистенцию кисломолочных продуктов даже с низкой массовой долей жира. Гомогенизация с последующей тепловой обработкой оказывает положительное влияние именно на вязкость кисломолочных продуктов. Обычно вязкость измеряют простым рискозиметром или же стеклянным прибором ВКН. Тепловая обработка. Это тоже один из важных факторов. Перед заквашиванием молоко обычно проходит тепловую обработку. Цель тепловой обработки – это улучшение свойств молока как субстрата для бактериальной культуры, обеспечение того, что сгусток готового йогурта будет плотным, снижение риска отделения сыворотки в готовом продукте. Оптимально обычно для йогурта используется температура 90-95 градусов с выдержкой 5 минут. Но опять же, это зависит от вида сырья, готовой продукции и так далее. Так, следующее – закваска. Но обычно в настоящее время есть специализированные лаборатории, биофабрики по приготовлению заквасок. Они используют самые современные технологии производства заквасок, особенно для йогурта. В основном в Казахстане мы берем заквасочные культуры России, Болгарии, Дании, Франции. Такие вот закваски к нам поступают. Так, но, например, когда используется закваска, мы должны смотреть на определенные такие свойства готового продукта. Это должна быть высокая вязкость с низким содержанием ацетальдегида и высокой конечной величиной PH. Низкая вязкость и среднее содержание уксусного альдегида. Но это в основном для питьевого йогурта. Так, приготовление заквасок очень тоже важно. В основном сейчас используются сконцентрированные закваски, замороженные или эфилизированные закваски. В основном сейчас материнскую закваску, рабочую, производственную закваску не готовят, используются, потому что закваски прямого внесения. Поэтому более легче. Так, но пастеризация при производстве йогурта, я ранее уже сказала, используется температура 90-95 градусов. То есть при этой температуре мы можем уже получить и высокую безопасность, и вязкость, ну и другие показатели, да, в основном. Так, но технологические процессы, аналогичные, ну как бы общим технологическим операциям кисломолочных продуктов, также состоит из, значит, приемки молока, далее идет очистка молока, предварительное хранение, резервирование молока, затем идет, значит, подогрев молока, сепарирование молока с целью получения сливок и обезжиренного молока, или же, если используется сепаратор-нормализатор, сразу же мы можем получить нормализованную смесь уже с установленной массовой долей жира. Затем идет пастеризация, пастеризационно-охладительные установки при температуре 90-95 градусов в течение 5 минут, затем идет охлаждение до температуры гомогенизации, но в основном гомогенизацию можно проводить до пастеризации, тогда уже температура гомогенизации будет, значит, 63-65 градусов, но давление зависит от жирности продукта в основном, да. Затем идет охлаждение до температуры уже заквашивания, это в связи с тем, что используется, значит, в основном для производства йогурта используются термофильные закваски, здесь идет уже заквашивание при температуре 40-45 градусов Цельсия, то есть резервуарным способом. Йогурт вырабатывается термостатным способом и резервуарным способом, да. Значит, температура охлаждает до температуры заквашивания, в основном для производства йогурта используется или болгарская палочка, и термофильный стриптококк, то есть термофильные бактериальные культуры, поэтому температура заквашивания может быть от 40 до 45 градусов Цельсия, но в среднем так 42-43 градуса Цельсия. Вносится закваска при этой температуре и оставляется для, ну, в основном после внесения перемешивается определенное время, да, и оставляют на сквашивание. Сквашивается примерно 4-6 часов при температуре 42-43 градуса Цельсия. После окончания сквашивания, когда достигнуто требуемое значение ПХ, это 4,2-4,5 ПХ, йогурт необходимо охладить. Охлаждает до 16-22 градусов Цельсия. Это временно приостанавливает дальнейшее увеличение кислотности. И после этого, значит, если йогурт вырабатывается резервуарным с нарушенным сгустком, резервуарным способом и нарушенным сгустком, тогда идет механическая обработка или же перемешивание, ну, чтобы продукт, конечно, имел желаемую консистенцию. И затем, после перемешивания и получения желаемой консистенции, продукт направляется на упаковочную машину и подается насосом промежуточной танки, потом упаковочную машину, где идет розлив, упаковка и маркировка. И после этого, значит, направляется на хранение. Но для упаковки могут использоваться различные типы упаковочных машин. Это, опять же, зависит от размера упаковок, виды упаковок, зависит в основном от рынка с бытом, то есть от потребителей, какие больше используются и покупаются виды упаковок, значит, объем упаковок и так далее. И, конечно же, зависит, опять же, от вида и производительности упаковочного оборудования. Это может быть разное, да. Затем идет хранение и реализация. Хранение, значит, в течение 72 часов при температуре 6-8 градусов Цельсия. Ну, на предприятии 36 часов идет. Если йогурт вырабатывается термостатным способом, да, тогда, значит, предварительная обработка молока, предназначенного, скажем, для йогурта, да, идентична, ну, температуре заквашивания, вот, резервуарным способом. В основном идет в начале, значит, заквашивание, потом идет розлив, и после этого направляется термостатную камеру уже для сквашивания, да, и после этого, значит, уже после сквашивания по достижении определенного значения pH, 4,2-4,5, потом идет уже охлаждение, и потом идет в дальнейшем уже на реализацию. Ну, в целом, производственную заквашку при термостатном способе можно добавить в потоки перед нагревом до температуры сквашивания, или же можно сперва нагреть, потом направить, значит, в емкость, и уже в емкости, то есть в резервуаре, можно добавлять закваску, или же можно сразу в потоке, если идет непрерывного действия, в основном, производства, скажем, да, продукта. Так, ну, а далее ряженка и варенец. Значит, варенец у нас производится с использованием закваски, который готовит и с культурой термофильных молочно-кислых стриптококков, может быть добавлена молочная кислая палочка. Вырабатывают варенец из стерилизованного или топленого молока. Значит, из топленого молока стерилизуют молоко при температуре 120 градусов, Цельсия с выдержкой 15-20 минут, или нагревают до температуры 95 градусов в течение трех часов. Для этого используются стерилизаторы или же трубчатый пастеризатор. Заквашивают молоко при температуре 40-45 градусов Цельсия, затем разливают в тару и сквашивают при температуре заквашивания до кислотности 80-100 градусов Тернина. По достижении кислотности, значит, сгусток охлаждают. Готовый продукт должен иметь кислотность 80-110 градусов Тернина. Кремовый цвет с буроватым оттенком и ярко выраженный вкус топленого молока. Допускается наличие пенки. Следующая ряженка. Ряженка вырабатывается из нормализованного молока, сквашивается закваской, содержащей молочнокислые термофильные стриптококи. Также при производстве ряженки могут быть добавлены молочнокислые палочки. Молоко гомогенизируют, затем пастеризуют при температуре не ниже 95 градусов Цельсия в течение 3-4 часов. Затем охлаждают до температуры заквашивания и заквашивают. Готовый продукт должен иметь плотный сгусток. Допускается наличие молочной пенки. Вкус кисломолочный с выраженным привкусом пастеризованного молока. Цвет ряженка имеет кремовый с буроватым оттенком. Кислотность 70-110 градусов Цельсия. Но и варенец, и ряженка заквашиваются при температуре от 40 до 45 градусов Цельсия, так как используются и при производстве варенца ряженки термофильные стриптококи. Так, ну, далее. В кисломолочных продуктах микрофлорозакваски синтезируют витамины группы В, тиамин, рибофлавин, цианокобаламин, ниацин и витамин С. Особенно активно их синтез проходит в течение нескольких суток созревания, если используется такое длительное созревание. Количество синтезируемых витаминов в основном зависит от вида микроорганизмов закваски. Почти все кисломолочные продукты содержат естественные антибиотики. Низин, диплококсацин и так далее. Все кисломолочные продукты очень полезны для организма. Они имеют диетические свойства, лечат заболевания, желудочно-кишечные, воспалительные процессы. Поэтому для организма все продукты очень важны и пользуются спросом все кисломолочные продукты. Так, уважаемые студенты, на этом мы сегодня закончили лекцию. Спасибо за внимание. До следующей встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...